Привет, Ютуб, с вами Ранф. Я думаю, многие, как и я, когда слышат слово маньяка, представляют себе жуткого мужчину в лохмотьях, с бородой и с безумным взглядом. Заметьте, никто из нас не представил девушку. Почему? Ведь маньяки и девушки тоже бывали. И делали они страшные вещи. Например, для этих четверых девушек придумали даже особый термин – ангелы с маньяки. Они работали медсестрами в доме престарелых и тайно убили своих пациентов. С 1983 по 1989 год их жертвами могли стать более 200 человек. Все эти жертвы были старше 75 лет, а убиты утверждали, что так они помогали старикам справиться с хроническими болезнями, которые их преследовали. И доставляли им жуткую боль. Помощницы, блин. Всех этих девушек посадили в тюрьму. Но через 10 лет все они оказались на свободе. Вышли за хорошее поведение. И я надеюсь, никто из них медсестрой не пошел работать. Но именно после этих девушек термин «ангелы с маньяки» применяется к медперсоналу, который тайно лекарствами у**ает своих пациентов. И эти случаи массовые. И в основном это девушки. Или вот еще один пример. Эту бабку вы наверняка знаете. Ее еще называют героини в реальной жизни. Она расчл**ала своих жертв и писала об этом в своем дневнике. Бабулечка прикидывалась доброй, звала всех покушать, а еду накачивала от ***. Била человека, убила его и выкидывала. А вот что она, кстати, сказала полиции. У меня хочется в тюрьме жить. Все я это говорю к тому, что девушки тоже могут убить. И сегодня вы узнаете о девушке из дворянского рода, у которой были руки пошивки. Она сгубила людей больше, чем любой серийный у**, которым вы слышали за всю историю человечества. Издевалась она над своими крепостными так, чтобы вам даже это не снилось в кошмарах. Сперва я вам хочу показать одну картинку. Вот как по мне она лучше всего описывает жизнь. И это же реально так. Оно так и работает в жизни. Но что если я вам скажу, что эту систему можно взломать? Особенно тем ребятам, которые закончили 9 или 11 класс. Все, что нужно, это рассмотреть к поступлению Алабуга Политех. Здесь не смотрят на результаты ОГЭ и ЕГЭ. Более того, обучение здесь совершенно бесплатное. И самое важное, что уже с первого курса вы будете официально трудоустроены. Сможете получать реальные навыки и к тому же получать зарплату в 70 тысяч рублей. И по окончанию обучения вы будете востребованным специалистом с огромным опытом работы. Я даже не знаю, как еще профитнее можно провести 4 года своей жизни. Вы можете смело выкинуть из головы мысли о скучной учебе, нудных преподах и неинтересных лекциях. В Алабуга Политех вас будут обучать действующие инженеры-наставники. С заводов Алабуги. Они вас будут вкладывать самые полезные навыки и нужные практические знания. А жить вы будете в современных и комфортабельных общагах. Со всей необходимой бытовой техникой. Я б таком мечтал. И ко всему прочему, в Алабуга Политех постоянно проводятся кибер-турниры. А также турниры по бенди и пейнтболу. И за победу в этих турнирах вас будет ожидать денежное вознаграждение. Список специальностей огромный. Выбирайте, которые нравятся. И поэтому я предлагаю вам тщательно рассмотреть возможность поступления в Алабугу Политех. И подать заявку на поступление. Чем раньше вы ее подадите, тем больше шансов, что вас примут. Ссылка будет в описании. Ну и QR на экране, естественно. Думайте. Многие люди думают, что если бы девушки правили миром, не было бы никаких войн и разногласий. Были бы только полы, цветочки и веселье. Вы согласны с этим утверждением? Напишите в комментариях, что бы было, если бы девушки правили миром. Но порой мы с вами забываем, что психопатом может быть абсолютно любой человек. И это не зависит ни от пола, ни от статуса, ни от внешности. Ребята, ну как обычно, ставьте лайк. Потому что дальше, знаете, дальше будет жестко. Я пью сегодня никого. Погнали. Знакомьтесь, Салтыкова Дарья Николаевна. Девушка из глубокого дворянского рода. Достаточно красивая и, естественно, богатая. В ее владении было более 600 крепостных. Ну это типа рабочих, которые в то время работали за еду и были прикреплены к одному хозяину. Можно сказать раб... Когда она была замужем, она жертвовала большие деньги в церкви. Сама ездила на службу. И они говорили, что она очень добрая и отзывчивая. Но в один момент ее муж погиб. И с тех пор она очень сильно изменилась. Она организовала самое настоящее крабовое поместье. Ее внегласно там называли крабовой барыней. И дальше вы узнаете почему. Она проявляла особую жестокость к своей прислуге и наказывать могла за все, что угодно. Ее крепостной была девушка по имени Марьяна. Ей было 16 лет и она работала в доме у Салтыкова. Занималась она тем, что мыла полы. После очередного раза, когда она помыла полы, к ней подошла Салтыкова. И спросила, а полы-то мыты? Че-то я не вижу. А ну иди еще раз помой. Марьяна была прислугой и понимала, что нужно идти мыть полы. И пошла их мыть. А мыть их 8 часов, потому что это трехэтажный особняк. Ну вы сами понимаете, она мыла их весь день. Домыла полы, только кладет трапку на пол, опять к ней подходит Салтыкова. И говорит, а ты чем весь день занималась? Ты полы мыла? Че-то я не вижу. На что Марьяна отвечает вот так. Барыня, ну вы что, не видите? Ну мыла я весь день полы. Ну если не нравится, сейчас еще раз помою. Она улыбнулась в конце. Улыбка была не от смеха, а от отчаяния. Типа вот такой. Помою. Но это не смогла вытерпеть наша кровавая барыня. Она тут же приказала коню ху**ть Марьяну плетьми. Пока она не скажет ему остановиться. И б*** он до тех пор, пока Марьяна перестала подавать признаки жизни. А все это время за этим наблюдала Салтыкова. И это было только начало длинной истории и ху**лательства над людьми. Помещица мог ху**ть жертву кипятком или оп***ть волосы на голове. Она морила своих подопечных голодом, привязывала их на морозе. А крепостные просто ничего не могли сделать. Потому что если бы они начали возмущаться, ну она бы дала им х**ть и им бы было еще хуже. Поэтому им приходилось просто молча смотреть за всем этим адом. Ну в полицию же не пойдешь, потому что телесные наказания в те времена были нормой. И жаловаться было тупо некуда. Ее крепостные постоянно жили в жутчайшем страхе. Она могла просто молча стоять над ними и наблюдать как они работают. Не говоря ни слова. А как только крепостной заканчивал работу, она брала полено и избр***ли его. А останавливалась только в тот момент, когда ей этого захочется. А другие стояли и смотрели. И ничего сделать не могли. У нее в доме было 600 крепостных. Они бы могли все на нее накинуться. Но они боялись. Есть теория, что Салтыкова не могла смириться с тем, что она стареет. Хотя в момент ее преступления ей было от 26 до 35 лет. То есть достаточно молодая деваха. До старости там еще далеко. Но старость у нее будет веселая. У к***ой барыни вообще какая-то мутная история с мытьем полу. Прям как у моей мамы. Сдвиг, чтобы полы были намыты и прям блестели. Я не понимаю. А может у нас оттуда страх ходить по помытым полам? Или когда техничка моет полы, нам стрёмно рядом с ней пройти. Типа получим. Может этот страх у нас идет с тех времен? Давних. Не знаю, возможно. Это теория. Однажды она приказала б***ть кнутами парня, который, по ее мнению, плохо следил за горничными. Которые должны были мыть полы. Опять же. Б***ть кнутом она заставила дядю этого парня. Понимаете уровень жестокости, да? Парня б***ли долго. Изб***ли так, что он не смог стоять на ногах. Но и этого этой девушке показалось мало. Она заставила его ночевать на морозе без одежды. А парень умудрился выжить, чем выбесил ее еще больше. Она привела его в свою комнату, взяла полено и опять начала б***ть. Параллельно выливая кипяток на г***. Происходило это до тех пор, пока он не сконил. По всему периметру ее дома были специально расставлены полено, которые она брала из б***я своих крепостных. А дом не маленький, три этажа, огромный домяра. Представьте, сколько там в каждом углу дерево стояло. Почти всегда собственноручно она наносила у в***я своим жертвам. Очень редко она просила кого-то сделать это за нее. Почти всегда сама б***ла по волосу, кнутом. Вы уже поняли, что она любила поленья. А еще она очень любила розги. И очень часто заставляла ими бить до самого конца, наблюдая за этим в стороне. Однажды при таком изб***ни у беременной девушки случился выкидок. Но даже такая ситуация не остановила Салтыкову и не успокоила. Она продолжила изб***ть эту девушку. До тех пор, пока она не... Конец вы знаете. Я вот вам о трех случаях рассказал, но я думаю, вы как и я уже сидите в шоте. А таких случаев было больше двухсот, ребята. Больше двухсот. Представьте себя просто на месте крепостного, который жил у нее в доме и существовал в этом аду. Каждый день, каждую секунду ты боишься, что тебя могут прямо сейчас поб***ть. И могут поб***ть до смерти. Однажды ей опять не понравилось, как кто-то помыл полы. Да что ж такое-то с этими полами? Объяснит мне кто? Девушку, которая эти полы мыла, она за***ла в холодную воду. И зас***ла час в ней стоять. На речке холодная вода, зима, час девушка стоит. Салтыкова стоит и смотрит. После того, как ей показалось, что достаточно, эту девушку г***на выводит, дает ей тряпку и оставляет мыть полы. Девушка сквозь адскую г***ю от переохлаждения мыла полы. Мыла до тех пор, пока не потеряла сознание и не умерла. Девушка до последнего подавала вид, что ничего не происходит, потому что знала, какое наказание может ее ждать за неповиновение. Соседи говорили, что очень часто из ее поместья доносились крики. Но почему-то они не придали этому значения. Спасибо, соседушки. А главное, как я музыку в час ночи чуть громче включу, ко мне сразу приходят. Капец, блин! Последнее ее***ло было, на мой взгляд, одно из самых жестоких. Но оно было простым. Ей снова не понравилась какая-то молодая девушка. Она приказала накинуть на нее покрывало, кинуть в яму и закопать. С***ла. А за всем этим процессом она наблюдала со стороны. И еще пять минут слушала ее крики из-под земли. Как же закончилась ее судьба? А закончилась она трагично. Однажды из ее поместья сбежали два крестьянина, которые уже просто не могли там находиться. Один не мог там находиться, потому что она за год у***ла трех его жен. Ну, тут, кстати, еще вопрос, откуда у чувака было три жены за год. Ну, ладно, время другое, видимо, женились вот так, а, женюсь, а, женюсь. В общем, они этого не выдержали и сбежали. Эти крепостные прошли пешком 600 километров в Москву, чтобы лично передать жалоб императрице. Представьте уровень их отчаяния. Идти им было некуда. И только им нужно было надеяться, что императрица сама примет это письмо. И она его приняла. Она его прочитала и пришла в ужас. И тут же потребовала произвести проверку преступлений с Салтыковой. Вы вот вдумайтесь, эта кровавая барыня убила почти 138 крестьян. Все были девушками. И только три мужчины. Один раз это был даже маленький мальчик, которого она просто стукла головой об стену. По приколу. И вот смотрите, 138 крестьян она убила. А еще большее количество их страдало, потому что она издевалась над ними. Но за все это время в полицию поступила только 21 жалоба на Салтыкову. Я же говорю, потому что крестьяне в то время боялись жаловаться. Их просто посылали. Вы что думаете, оттуда не пытались сбежать? Пытались. Один раз пять крепостных сбежали из дома Салтыковой. Пошли в полицию и рассказали, что там происходит. Полиция пожала руками, надела крестьян в наручники и привела в дом к Салтыковой. Где она еще очень долго над ними издевалась. Но у последних двух парней получилось. И расследование длилось 6 лет. И она постановила, что да, Салтыкова ах... Уб***ь, где это ненормально. Ей нужно ее посадить. Решение о ее посадке вынесла сама императрица. И она издала указ из трех пунктов. Слушайте. Первое. Лишить Салтыкову дворянского статуса. Второе. Привязать ее на час у позорного столба. Ах... нет. Она людей крошила. А ей часик у столба надо позорного голой постоять. Не спешите расстраиваться. Третий пункт. Пожизненное отбывание срока в земляной яме. Без общения и какого-либо света. Правосудие. Вот это справедливо. И 17 октября 1768 года ее посадили в эту самую темницу. Ей нельзя было гулять и получать письма. Впрочем, это и не важно. Читать и писать она не умела. Свет она видела только тогда, когда ей приносили еду. И все. В этой темнице она просидела 33 года и умела в начале 19 века. Салтыкова это по сути пример маньяка, у которого полностью развязаны руки. То есть какие маньяки сейчас? Он там умил человек 5-7, его поймали и все. А тут она могла это делать годами. И ж... вы были у нее прям в доме. Вот казалось бы, у нее было все. Деньги, статус, красота, рабочий, живи да кайфу. Но нет. Ей чего-то не хватало. И она решила ебаться над простыми работягами, которым просто не повезло родиться бедным. Самое страшное, что в те времена считалось абсолютно нормальным вот так поступать с рабочими. Это Салтыкова посадили. А еще были тысячи дворян, которые точно так же ебались над своими работягами. Но за них мы не знаем. И они ушли от наказания. В своем телеграме я описал еще один эпизод издевательства от Салтыковой. Тут я не смогу его даже рассказать, потому что уровень жесткости там был запредельный. С кишками и прочим. С вами был Ранф. Пока. Жесть какая-то, ребята.